Каждую минуту один человек в мире теряет зрение из-за глоукомы. В России официально 1 миллион 250 тысяч больных. Но специалисты считают, что на самом деле их на 800 тысяч больше. Все потому, что глоукома это молчаливое заболевание. Человек часто не чувствует ее и потому не лечится. И именно у этой категории больных наиболее велик шанс ослепнуть навсегда. Вадим Иванович, инженер-электротехник из Зеленограда, с любопытством подглядывает за работой хирурга. Еще бы, ведь ему самому через пару минут предстоит перенести операцию по поводу глоукомы. Вообще-то Вадим Иванович идеальный пациент. Он сам диагностировал у себя заболевание и сразу же обратился к врачу. Народные способы определения, есть у тебя глоукома или нет. Нужно посмотреть на лампочку обычную. И если она в ореоле, то значит у тебя что-то начинается глоукома. Есть три проверенных способа самому понять, что у тебя именно глоукома. Человек может испытывать затуманивание зрения. У него могут возникать радужные круги при взгляде на источник света. И когда давление достигает определенных высоких значений, глаз становится красным. У глоукома множество разновидностей, но всех их объединяет одно. В отличие от других болезней глаза, вернуть стопроцентное зрение при глоукоме невозможно. Основным проявлением глоукомы является атрофия зрительного нерва. Атрофия зрительного нерва, к сожалению, необратима. И в силу этого при глоукоме мы можем только остановить прогрессию заболевания, но не можем вернуть все в исходное состояние, как, например, это бывает с катарактой. Неизбежный признак глоукомы – повышение внутриглазного давления. Вернуть его в норму можно. Для этого необходимо прочистить каналы, обеспечивающие отток жидкости из глаза. В некотором роде на офтальмологии здесь выполняем роль водопроводчиков или сантехников, которые ремонтируют трубопроводную систему глаза и восстанавливают отток внутриглазной жидкости. Глоукома – это пожизненный диагноз. И после операции она никуда не денется. А будет она развиваться или нет, зависит от того, насколько четко больной станет следовать предписаниям врача. Светлана Туманова, Денис Тибелиус, Алексей Калужинов, НТВ «Утром».